Город мой Киев, в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя старенькая. Витаем! Сегодня 29 сентября 2016 года. Сентябрь, осень! Осень. Пора овощей, пора заготовок. Я вообще люблю сентябрь, когда изобилие всего. И, конечно, пора баклажан, заготовки, баклажан. Почему мы с Любой решили показать свой лицепт заготовки этого удивительного овоща. Хотя в кулинарии это овощ, а вообще ботаническое его, ну, как скажем, предназначение, или ботаническое его определение, это всё-таки ягода из семейства послёновых, так говорят. Так что это и ягода. Будем делать блюда из ягод. Будем делать из ягод. Но очень мы любим баклажаны во всех видах, и в жареных, и в пареных видах, и много всяких рецептов. Мы решили показать наш рецепт, который мы всегда делаем. Я всегда делаю осенью. Научила меня Нина, Ниночка, как всегда. Спасибо ей, моей дорогой Ниночке, за такие удивительные, чудовые рецепты, которые нам нравятся. Вот мы их любим, и всегда, когда у нас в застолье, если есть баклажаны, люди всегда спрашивают. Ой, а какой рецепт? Видимо, не только нам нравится, но и всем тем, кто пробовал вот этот рецепт баклажан. А дети наши как любят. Да, дети наши любят. Его можно и как закуску подавать, его можно и вот этот, с этим рецептом баклажаны можно и закрывать, а можно просто пожарить и покушать, тоже очень вкусно. Как всегда, конечно, это корейский вариант, показывала Нина, но приспособленный к нашим вкусам, вкусам нашей семьи этот рецепт. Вот поэтому я буду показывать так, как примерно делаем мы. Примерно потому, что я по-всякому делаю. Когда у меня больше болгарского перца, когда у меня больше баклажан, вот, очень любим лук, вообще можно меньше его класть. Хотя Люда меня всегда ругает, говорит, зачем ты говоришь, что можно и так, можно и это. Это подруга из Калуги. Подруга моя из Калуги, Людочка, не ругайся, не могу я без этого. Потому что я сама всегда в рецептах беру только то, что нравится нам. И поэтому всегда подчеркиваю, что надо любой рецепт приспосабливать к вкусу семьи. Поэтому я сегодня показываю примерно, как делаем мы. Значит, баклажаны, конечно, это основной ингредиент нашего рецепта. Объясню, всегда Нина меня учила, и она, оказывается, права, потому что я брала всякие, ну, вот, именно вот такие длинненькие, тёмненькие длинненькие баклажаны. Здесь больше семян, ой, меньше, извините, семян. Сейчас, подожди, я покрупнее покажу. Да, меньше семян. И вот такие, они чтобы были тёмно-синие. Вот в украинском языке они называются синенькие. Почему? Потому что не баклажаны, а синенькие. Потому что, действительно, здесь такой синеватый отлив. Тёмно-фиолетовый такой отлив, длинненькие они. Вот, чтобы бывают светлые они. Но светлые, там много всегда бывает семян. Вот, и вообще считается в кулинарии недозревшие плоды лучше. Вот именно недозревшие, они вот такие, тёмно-синие, небольшие. Вот если перезревшие, то они не столь полезны. Вообще, считается, баклажаны, я не знаю, Люба, ничего не будет длинных, если я скажу, что они очень полезны. Вот, я когда-то о них читала, что они очень полезны для сердечников, для людей, у которых есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, почки, печёнки, если больные. И тем, кто худеет, вот баклажаны, это очень хороший, хороший такой продукт, овощ для употребления. И ещё, Люба, вот очень важно, что вот баклажан – один из тех удивительных овощей, которые, или ягод там, которые не теряют своих полезных свойств при термообработке, при любой, при жарке, или при, ну, какой бы ни было. Запечь, не теряют свойства. Свойства эти остаются. Вот это я когда-то узнала, и всегда об этом думаю, и думаю, ну, какой овощ, молодец. Ну, толстые, и если они толстые и светлые, они чаще всего – это перезревший флот. И много семян там, конечно, нежелательно. Хотя сейчас разные сорта есть. Есть крупные сорта, там тоже это может быть не перезревший, а нормальный сорт. Ну, вот если говорить вот о таком сорте, ну, типа алмаза, я не знаю, как он ещё может быть, то это вот такие вот. Ну, обычные, если сорта, то это, конечно же, вот лучше брать длинненькие, тёмно-фиолетовые, такие вот не толстые. Значит, вот о баклажанах мы с тобой столь подробно поговорили. Теперь перец. Болгарский сладкий перец. Вот, болгарский сладкий перец. Здесь уже неважно, красный ли, можно зелёный, неважно. Вот такой. Но почему красный хорошо? Во-первых, он как-то послаще, и придаёт какую-то красочность этому салату. Такую вот яркую окраску, красочность, и как-то он расцвечивает этот салат. Вот, и мне кажется, что вот красные сорта болгарского перца, они как-то, ну, лучше сочетаются здесь с баклажанами, чисто эстетически. Вот. Лук – обязательный ингредиент. Здесь получается так, баклажан где-то килограмма четыре у меня, килограмма два перца сладкого, и где-то полтора килограмма, здесь больше чуть-чуть, полтора килограмма 700 где-то, я так примерно думаю, лука. Мы любим лук, поэтому делаем всегда очень много его. Хотя это, наверное, многовато. Можно где-то из килограмм, кило-двести, ну, сделать это. Так как наша семья любит лук, поэтому я делаю его много. Конечно, для корейских, как всегда, салатов нужен чеснок, горький перец. Я обычно не делаю горький перец, Люба. Ну, как у нас приехал любитель горького Валера, в этот раз я сделаю баклажаны чуть-чуть всё-таки с горчинкой. Валера-брат. Валера-брат, да. Приехал, он любит, вот, чтобы было с перцем красным, и я сделаю это с перцем. Вот, чёрный перец и соль. И масло. Это масло растительное. Здесь у меня подсолнечное масло. Подсолнечное масло тоже не навсегда показывало, что надо очень много его. Здесь у меня грамм двести. Вот. Я думаю, достаточно, хотя иногда можно и больше. Для того, чтобы закрыть, это, оно будет, мне кажется, лучше. Ну, я вот столько, грамм двести где-то маслом. Тамара, а ты помидоры не кладёшь? Баклажанами же помидоры сочетаются, и обычно всегда. Да, сочетаются, действительно, хорошо. Можно было бы. Помидоры я не кладу. Хотя раньше и помидор клала, и морковь. Ну, нет того вкуса такого. Всё равно не очень любят с морковью у нас. Вот. А помидоры, они кислинку придают. Хотя можно, но я не кладу. Они вот становятся какие-то кислые, и, ну, и хранятся они не так долго. Вот. Поэтому и без помидор будет очень вкусно. Увидите, попробуйте, мне кажется, будет очень вкусно. Вот теперь я приступаю к нарезке, да, Любовь? Нет, подожди, ещё расскажи. Вот у меня есть зрительница, всегда спрашивает, вот я езжу по сёлам, она всегда спрашивает, почему исчезли в Украине баклажаны? Почему в огороде не показывали баклажаны? Ну, во-первых, потому что я не знала, что это прям нужно показывать, я бы показывала, да, очень. Ну, вот. И почему вот баклажаны, как выращивать? Вот я знаю, что ты знаешь, как нужно выращивать правильно баклажаны. Ну, баклажаны, конечно, не выращивают здесь. Есть любители, огородники, конечно, они выращивают, знают технологию выращивания, они выращивают, но это очень сложная процедура. Здесь, на Украине. Почему? Потому что это вот эти баклажаны, наверное, с южных районов привезённые. А то, что здесь, во-первых, съедает очень колорадский жук, очень съедает его. Надо постоянно быть у этих кустов, чтобы сохранить как-то это, во-первых. А во-вторых, погодные условия не совсем, наверное, позволяют. Для баклажан, чтобы их садить, вот, нужно всё-таки очень тёплая почва, такая, где-то 25-28 градусов. Почва и воздух, чтобы прогревался. Поэтому это в основном распространено. И влага, где-то 80% влаги, наверное, где-то нужно, 70-80%. Поэтому распространен баклажан в среднеземноморской кухне в основном, потому что там тепло и влажно. А здесь и вот эти перепады температуры не должны быть. Если 15, даже 18 градусов ночью, а днём жарко, это тоже очень плохо для выращивания баклажан. Надо рассадным способом здесь, это с рассадой возиться надо. И в теплицах, наверное, надо начинать сначала, чтобы вот те условия, о которых я говорю, на открытой почве трудно. Поэтому я думаю, что занимаются люди и сажают, ну, те, кто, ну, любители, любители заниматься этим. А вот в общей массе, конечно, баклажаны немножко хлопотно выращивают, поэтому, наверное, здесь и не сажают. Семена любят очень прогретую почву, именно прогретую. Вот, смотри, видишь, когда длинненькие этой, вот почти, сколько я нарезаю, вот чуть-чуть, только в начале есть эти зёрна, вот, и вот я теперь вот так вот, вот так, и вот так, узенькими, вот, чтобы они были вот такими. Видно, нет, вот это может убрать. вот, видишь, вот такие они у меня получаются. Всё, вот ещё, подожди, вот смотри, вот так, вот так, вот, вот так нарезаю. соломкой нарезаю, и складываю, Люба, сюда, отдельно, и когда у меня наберётся, я буду солить, ты посмотришь. лук режу полукольцами, рыба, вот так, вот полукольца в основном. Покажу, чтобы, какой толщиной должны быть они. Ну, толщина. И не тонкий, и не толстый. И перец сладкий. Просто, я не знаю, может его как-то надо быть иначе, но я вот так вот просто тоже, вот так. Наполовину, да, иногда? Нет, зачем наполовину? А, да тельмель. Можно и наполовину, а потом главное, что вот такими вот тоже полосочками. Такие вот. Вот. Вот такими вот. Режу. Вот так. Видно, как нарезала? Да. Ну, всё. Мы нарезали вот такими брусочками баклажаны. Я сначала, прежде чем нарезать какие-то другие ингредиенты, я сначала баклажаны нарезаю. Вот так вот брусочками. И теперь пересыпаю солью. Надо, чтобы баклажан ещё вот с солью постоял. Вот, я хорошо, причём пересыпаю, не жалея соль. Потому что всё равно нам главное, чтобы оно вот было пересыпано солью и отдало лишнюю воду. Нам не нужна опять-таки, как во всех корейских салатах, не нужна нам лишняя соль. пересыпаю хорошо. Вот так вот. Обычно я режу, слой нарезала, пересыпала, дальше резать, закончила какую-то часть, опять положила, опять пересыпала. И вот так слой за слоем я пересыпаю. Да, солью пересыпаю. Так, вот так. Дальше. Сильно мять не надо, да? Можно и сильно мять. Почему? Оно всё равно же, мы будем его отжимать. Наоборот, хорошо, если сильно мять. Ну, не важно. Оно постоит полчасика и уже отдаст соль, даже если мы не сильно мнём. Не важно. Но если уж очень быстро хотите, то вот так можно мять и его быстрее тогда это всё просто будет. Вот когда когда начинаешь мять, оно сразу начинает отдавать воду. Смотри, вот оно уже, видишь, уже. А ну, покажи. Видишь, оно уже соль уже начинает отдавать сок. Вот. И если помять, то оно будет просто быстрее. Ну, нам с тобой спешить некуда. Мы сейчас его пересыпем, немножко оставим. Ещё у меня нарезка лука, ещё перца. Пока я всё это делаю, ну, пусть посмотрит. Всё. И вот так я оставлю его. Перец. Перец от игольки имеешь в виду? Сладкий мы нарезанный. Да. Так что он с тобой. О, видишь, можно даже вот так придавить и уже будет сок выходить из него. Вот. Если уж так спешите, то его... Всё, вот так оставили. Вот так мы оставляем. Теперь, Люба, я отжимаю баклажаны от этого накопившегося уже сока. Видишь, смотри, сколько сока внизу. Вот мы отживаем и он вот такой снизу. Сухой. я вам покажу соки. Вот сколько сока. Видно? Да. Видишь, сколько льется с него сока. Это ненужный нам сок. Тогда он будет не такой, не видишь, не будет как закуска. ещё раз сок пока. Икра. Люба, вот смотри, отжатый уже. Видишь, он почти. И вон сколько воды. Видно, нет? Да, много воды. Да. Вот сколько воды. Вот эту воду я сейчас вылью. Тамара, а сколько ты чеснока брала? Две головки, Люба. Может, это и много, но как каша маслом не испортит, так корейские салаты чесноком не испортишь. Я думаю. Лука я немножко либо отложу всё-таки. Наверное, многовато будет. Сколько, показывай. Сейчас. Я отложу, чтобы... Хотя мы любим, я могла бы сделать, ну, просто для людей, чтобы не смущать. Чтобы не смущать количество лука. Вот чуть-чуть отложила. Наверное, здесь две луковицы. Ну, в общем, накалилось масло. Ты показывала, Люба? Вот масло у меня колится уже. Вот масло колится. Видишь? Оп. Видишь? Вот такой кормонный. То я его... Лук бросил. В общем, наступила самая лёгкая часть нашего баклажанного действия. Всё у нас готово, всё нарезано. И только бросаем и мешаем. Вначале лук. Вначале лук. Всё. откладываем так или возьмём с ним. Вначале лук. Так, всё время помешиваем. Открытый казан и на большом огне. Огонь не уменьшаем ни на каком этапе. До конца, чтобы всё время вот эта жидкость не нужна, она уходила, и тогда салат будет. Значит, салат как салат. Сейчас немножко пусть поджарится. Потом бросаем перец болгарский красный и баклажаны. И всё. Что рассказывать, Люба? Про баклажан расскажи. Про баклажан. Ну, знаю, что родина Индия, но пришло в Средизерноморье сейчас самые популярные популярные баклажаны в еде Средизерноморской. Что ещё тебе рассказать? Знаю, что у нас они синенькие называются. Я знаю, что Тамара у нас ходячая энциклопедия, поэтому расспрашиваю. Если кроссворды Тамара за секунду просто разгадывать. С ней неинтересно. что она всё преувеличиваешь. А сегодня у нас тема баклажан. баклажан. Тема баклажана, да? Да. Ну, знаю, что в Америке растительное яблоко называлось, растительные яйца назывались они, потому что, видимо, белый сорт баклажан туда впервые пришли. Значит, назывались они где-то бешеное яблоко, тоже название такое говорит, есть. Есть название рассказывали, еще есть название имам в обмороке, то есть, видимо, когда пришел или в Ирак, или в Иран, в общем, в эти территории, то имам от вкуса этого, одна из версий, от вкуса вот такого баклажана был в обмороке, ему так понравилось, или там еще была одна версия, ну, такая интересная. так, знаю, что еще можно интересно, Люба, давай вот это покажи, и я уже буду бросать, видишь, оно немножко прозрачнее стало и мягкое. Бросаю теперь вот перец болгарский красный, красный болгарский перец, тоже может быть многовато, но ничего, я люблю, когда перца много, оно сейчас растет, усядется. Так, знаю, что семена баклажан, семена баклажан содержится никотин. Да? Да, у кого, говорят, когда бросают куритель, пополнить никотин в организме, для того, чтобы, вернее, утолить никотиновое, какое-то желание никотиновое, то употреблять можно баклажаны. как-то, но в 9 килограммах баклажан содержится никотин, как одна сигарета. Ого, это же сколько надо есть, баклажаны. Не говори, ну, это, вряд ли там и люди употребляют его, как в этом плане, то вряд ли, конечно. Ну, так вот есть такое. Вот, теперь я пожариваю. Буквально, видишь, немножко, минут 5-10 лук, минут 5-10 сейчас с перцем и минут 20 вместе с баклажанами. Минут 5-10, 5-8 где-то пожарила на большом огне, помешивая. Немножко вот оно стало мягким. Я думаю, достаточно. Буду теперь бросать сюда баклажаны. Вот, баклажаны. Имам в умороке. Имам в умороке. имам в умороке. Вот, буду баклажаны. Теперь. Вообще, если вот никто, зернышек не хотите, чтобы было больше, их можно даже промыть в воде. Промыть в воде после того, как отжал? Даже можно не до того, как отжал. Все промыть в воде и тогда зернышек. Ну, я не мешаю. Пусть будет никотин. Смесь. Вот. То мы сейчас вот сильно помешаем и будем помешивать опять-таки на большом огне минут 20 максимально. Минут 20-25 посмотрим. Сейчас вот сколько. 2 часа. Сейчас я засечу. Пока вот оно не станет таким мягким, хорошим. Сейчас я его хорошо перемешаю. Люба, 20 минут прошло. Я вот так сильно помешиваю его иногда. 20 минут вот так помешивала. 20 минут. Видишь, там вода вся испаряется, какая там внизу. Осталась. которую не дожали. Да, которую не дожали. Из перца, из лука, из всего. Теперь я здесь пробую соль. Мне кажется, что немножко надо добавить. Надо, чтобы чуть было, если я буду закрывать банки, чуть-чуть я подсолю его. Если бы не закрывать, то может быть так и пусть бы было. Но я его немножко подсолю. Чтобы оно немножко было соленее, чем обычно, да, или просто... Чуть-чуть так. Но люди иногда не любят сильно соленый. Это уже так. Я до страховки подсолила. А так, в принципе, ну надо посолить было все равно, иначе вкус уже нету не такой закусочный будет. А видишь, как все отдельно все уже и баклажаны мягенькие, и все все равно не как каша. А как, видишь, оно все по отдельности. По отдельности, да, как действительно какая-то закуска будет. Теперь смотри, еще минут пять, наверное, все-таки я попробую. Я пробую здесь только баклажаны. Мягкие, уже готовые. Ну минут пять еще подержу. Что еще хочу сказать? Вот этот перец сладкий, болгарский, он сладкий получился, поэтому сахара не добавляй. А вообще добавляют еще сахар к люди, то оно как-то такой более выраженный вкус хороший получится. Минут пять еще и все. А потом будем показывать, как мы добавляем чеснок и перец. Ну минут пять прошло, попробовала. Мягкие баклажаны, все, надо заправлять. Вот, ну и перец черный молотый. Бросаю сюда, можно побольше его, но сегодня я его меньше, потому что есть красный горький, поэтому не буду увлекаться черным перцем. Бросаю чеснок, вот, чеснок, углосила. Вот, сейчас я размешаю, а потом уже будем бросать и красный перец. Сейчас я его вот этот, чеснок, размешаю. Можно подумать, почему в количествах, потому что мы же закрывать будем часть банки, а часть кушать. А кому нужно немного только попробовать, то количество уменьшайте, на сколько там примерно вам нужно. Я сейчас, мы будем складывать банки, я покажу, сколько банок может выйти из этого количества. Бросаю и красный перец, сразу, ну, буквально через минуты две-три после чеснока. Я чеснок просто перемешала, теперь бросаю красный, тоже перемешаю. Горький. И красный горький, да, жгучий такой горький. Но долго после этого жарить не буду. Вообще, если вы сразу будете его как закуску употреблять, как салат, то не надо особо сильно. Огонь выключили, огонь выключили, и вот эти чеснок, горький перец бросили, немножко помешали и все, достаточно. Но так как я буду его закрывать банки, часть, часть, не сила, часть банки буду закрывать, то я немножко, чуть-чуть, буквально минуты две-три, конечно, на огне подержу. Так что сегодня пока вот теперь буду закрывать минуты две-три и все, и буду банки раскладывать и покажу. Ты приготовила стерилизов... Простерилизованные банки, простерилизовала хорошенечко их, вот. Но если надолго храниться, чтобы долго хранилось, нужно, конечно, закатывать. Ну, это мы недолго в холодильнике, то я вот в такие вот банки сейчас закрою, с такой закручивающейся крышкой. Часть дам Валерии, Камал отвезет Валерии, а часть оставим себе. Камал у нас любит баклажаны. Да, любит баклажаны, вот поэтому я решила сделать и заодно показать нашим зрителям. Люба, ну вот я разложила по банкам и получилось в прошлый раз вот из такого уже количества, мне 5 банок. Здесь бы тоже 5 банок литровых, литровых вышло. Вот, но я оставила немножко покушать, вот, и по, где-то около 700 граммов вот в этих трех банок. Это литровые, 2 литровых банок. Ну, и здесь бы, если бы добавить, вышло, где-то около 5, 4,5-5 банок где-то выходит из того количества, что мы вот делали. Вот, смотри, какая красота, правда? Видно, нет? А, светло. Видишь, какая красота? Сейчас я еще закрою его отряд. Видишь, даже лука немножко меньше. Если бы лука больше, тут бы виден был и лук, и хорошо было бы. Ну, ладно, ничего страшного. Когда лука больше, лука больше, то оно как-то слаще немножко получается. Вот, но ничего, смотри, какая красота, все равно получилось у нас. Можно в перемешку перец сладкий и красный, и зеленый. Ну, у нас дома был красный перец, то я его скажу. Да, смотри, какая красота. Вот с чесноком, перец и баклажан. В общем, это просто. Тут вся сложность только нарезать. А так, быстро, но как-то так, за полчаса мы с тобой все это сделали. Все вместе, начиная от масла и кончая уже тем, что я разложила, где-то 35-30 минут на все, про все ушло. Такой простой, но очень вкусный рецепт. А вот, и все, пока-пока. Надеюсь, вам понравится и вы будете делать иногда и такой салат или блюдо, как все. Всем пока-пока.